Сегодня на итоговую коллегию собрались экологи. Для охраны окружающей среды в прошлом году сделали немало, но их усилий явно недостаточно. Главное, о чем говорили практически все, надо изменить отношение людей к миру, в котором они живут. Без этого ситуацию не исправишь и будет она только хуже. Особое внимание в преддверии универсиады уделили обстановке в Казани. 2000 предприятий Татарстана заплатили 27 миллионов рублей штрафа за недостаточно бережное отношение к природе. Львиная доля нарушений приходится на несанкционированные свалки. Рассмотрели немало жалоб и на выбросы предприятий. Проверка открытого акционерного общества на физкосметикос, в ходе которого было выявлено значительное количество нарушений. Предприятие в рамках заключенного с Министерством экологии соглашения взяло на себя обязательство с 1 января текущего года прекратить использование в качестве сырья Стабсток и Гидрофуз. Исполнение данных обязательств нами взято на особый контроль. В таком же формате в настоящее время проводится совместная проверка другого крупнейшего предприятия в республике Казань-Урксинтез. Но самое большое количество вредных выбросов приходится на автотранспорт. Его с каждым годом становится все больше, а потому, по словам президента Рустама Миниханова, кардинально решить проблему может только электротранспорт. Это не только трамваи и троллейбусы, но и электромобили. Через 5 лет их должно быть значительно больше, а через 10 лет, мне кажется, что 50% не менее автомобильного транспорта должно быть электромобилями. Проблема в чем? Электромобиль очень эффективен, но пока аккумуляторные батареи, которые разработаны, они пока дают ход где-то 150-160 километров, это маловато, и, конечно, высокая стоимость. Тем не менее, наука идет вперед, и электромобиль, он имеет полное право на будущее. Еще одна проблема, которая требует не столько хитрых инженерных решений, сколько солидных вливаний системы очистки стоков. Чтобы привести их в порядок в Казани, нужно 5 миллиардов рублей. Больших денег требует и утилизация отходов. Глава республики обратился к Сергею Донскому за поддержкой в решении проблемы самосырской свалки. Возможно, она будет включена в федеральную целевую программу. Чиновник отметил, эффективное сотрудничество возможно только при участии всех органов власти. Сам Татарстан очень много делает, я имею в виду руководство Татарстана, очень много делает по реабилитации территории, по внедрению наилучших технологий. Особенно, учитывая, что в этом году у нас объявлен год охраны краешей среды, в этом году предприятия должны усиленно это делать. Я думаю, мы всемирно будем поддерживать местное руководство. Как раз обсуждали, как это все организовать. К универсиаде в Казани появятся евроконтейнеры для раздельного сбора мусора. Вот только граждан надо приучать ими пользоваться. А потому на коллеги особое внимание уделили экологическому воспитанию, в первую очередь, детей. Феридай Шмурат, Вайрат Каюмов, Вести, Татарстан.